Да, мне они не мешают. Не мешают? Да, в принципе, они как бы не мешают. Главное дело, чтобы дети на них не рассекали. Да, по сути, можете убрать, но мне без смысла я его не вижу. Сама не катаюсь, потому что... Мнение жителей Казани на тему самокатов разделилось о том, что финальные правки и регламентирование использования таких средств индивидуальной мобильности нужно, говорит печальная статистика. Татарстан по итогам летнего сезона в пятерке лидеров по количеству ДТП с электросамокатами. Впереди только Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Обязательно оставить. Почему? Ну, чтобы убили садей или кого-нибудь убили. Казанские исследователи выяснили, что самокаты все же мешают жителям крупных городов Татарстана. Почти половина респондентов отметили, что испытывают неудобства из-за присутствия на улице таких средств индивидуальной мобильности. Кстати, треть опрошенных и вовсе признались, что им грозила опасность из-за пользователей электросамокатами. Сейчас в законах фактически отсутствует понятие электросамоката. Там есть мопеды, там есть автомобили, там есть мотоциклы, а так называемые СИМы – средства индивидуальной мобильности. Куда относятся еще СИГВЕ, гидроскутеры, моноколеса. Они отсутствуют. На свойствах риск различные подразделения, отдельные люди в ГИБДД пытаются бороться как-то с этим, пытаются выписывать штрафы, приравнивая их и кто к мопедам, кто к пешеходам. Но общего для страны видения этой проблемы нет. Минтранс сегодня заявил, в ПДД ведут понятие средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты должны будут ограничить по скорости до 25 км в час. Для этого требуется специальное программное обеспечение. Такие средства смогут двигаться по правой стороне проезжей части, но при наличии на них тормозов, фонарей, светоотражателей и звукового сигнала. С начала года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов. В Казани пик ЧП с этим транспортом пришелся на весну. Тогда врачи зафиксировали несколько сотен пострадавших в результате падения самоката или столкновения с ним. Артем Логвинов, Максим Малов, Телеканал Эфир.